В то время как в Германии шла речь о необходимости выполнять минские договоренности, в зоне АТО эскалация боевых действий. Подпопасные боевики Огнёмградов и Гаубиц накрыли позиции украинских военных. Семеро наших бойцов получили ранения под Авдеевкой, а самое большое количество вражеских артиллерийских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Все подробности у Руслана Смещука. Второй день подряд боевики накрывают Широкино и соседняя Бердянская из запрещенных 122-миллиметровых гаубиц. Журналистов на эти позиции пока не пускают. Досталось и Маренке с Красногоровкой. По фронтовым городам сегодня ударили вражеские минометы. В основном по посадках вообще много у нас таких стреляют. А это передовые позиции под оккупированной Новоласпой. До окопов противника тут меньше километра. Последние несколько дней боевики тут используют мощные крупнокалиберные пулемёты. Впрочем, наши военные долго не выжидают, открывают ответный огонь. Часто завязываются стрелковые дуэли. Мазутёсо. Багато с чего. А ну, багато вони набоев положили себе? Ну, так нормально, приличненько. Ну, мы тоже им нормально, тоже так под нас сыпали. Ответку дали. Противник тут очень активен. Вражеская пехота периодически пытается продвинуться вперёд и окопаться на новых позициях. Копаются активно. Бывает ночью даже наблюдаем ночной прибор. Дивимся движения там такие, что наносят, копают. И в день копают. Окопники тоже по всему, короче, фронте. Такое продвижение сдерживается огнём. Ну, а в самом Мариуполе сегодня провели сборы резервистов территориальной обороны. Первая помощь на поле боя и элементарные азы обращения с военным снаряжением. Вторая фаза – стрелковая подготовка. Мета – подготовка особого склада до проведения боевых действий. Впрочем, о призыве пока речь не идёт. Это просто плановое учение. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова